Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Светлана Бочкова и проект по изучению японского языка Tensagoko.ru. Я помогаю не просто изучать грамматику японского языка и иероглифику, а помогаю еще и заговорить на японском языке, даже если вы считаете, что у вас нет способностей к иностранным языкам. Изучение иностранных языков и японского языка в том числе не всем дается легко, но это не значит, что их нельзя освоить. Возьмите себе на заметку три простых совета, которые помогут вам в изучении японского языка. Первое, это, конечно же, интернет. Эта глобальная сеть объединила людей со всего мира и существует множество различных форумов, на которых вы можете общаться с нужными вам людьми. Чаще участвуйте в обсуждениях, практикуйтесь излагать свои мысли на японском языке и начав общаться, вы сможете завести много интересных знакомств с людьми, разделяющими ваши взгляды и имеющими схожие интересы. Второе, это разговор на японском, на уроках японского языка. Постарайтесь использовать уроки японского языка с максимальной пользой. Старайтесь говорить лишь на японском языке. Так вы получите, пусть и небольшую, но все же языковую практику. Даже если в группе к вам обращаются на родном языке, все равно старайтесь отвечать на японском. Можете и других приучить к этому. Третье, это введение дневника на японском языке. Начните вести дневник и писать в нем исключительно на японском языке. Даже если будут ошибки, ничего страшного, ведь кроме вас этот дневник никто читать не будет. Так что, ну, здесь не стоит думать о том, что не все предложения получатся у вас правильными. Суть этой привычки в том, что записывая свои мысли, вы постепенно привыкнете мыслить на японском языке. К тому же, в попытках правильно сформировать свои мысли, вы будете заглядывать в словарь в поисках нужных слов и выражений, а это отличная возможность пополнить словарный запас. Если вы часто пользуетесь интернетом, то можно ввести непубликуемый для широкой общественности личный дневник онлайн. Для этого вы можете завести дневник на таких бесплатных сервисах, как diaryanecws или dnewnix.ru. Если видео было для вас полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами была Светлана Бычкова. До встречи в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok